МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Командир звездочки! Сегодня очень большой праздник, годовщина Октябрьской революции, поэтому школа так красиво украшена. Таня пришла в школу нарядно, в белом фартуке с белым бантом. Уборщица тетя Нюша сказала, вот какая аккуратная, настоящий октябренок, только звездочки нет. А сегодня звездочка будет, весело ответила Таня. На праздник собрались все школьники, и старшие, и младшие. Учительница повела ребят в зал. Заиграл, запел пионерский горн, барабанщики ударили в барабаны. Октябрята стали редком у стены. Старшая пионервожатая сказала, сегодня вы получите свою октябрятскую звездочку. Октябрятские правила вы знаете? Знаем, дружно ответили ребята, и стали повторять свои октябрятские правила. Только Гриша Чайников не помнил слов, он стоял и гудел что-то себе под нос, как шмель. Снова затрубил горн, забили барабаны. Пионеры подошли к октябрятам и прикололи каждому красную звездочку. Потом октябрята стали разбиваться на звездочки, кто с кем хотел. Таня встала со своей подружкой Аленкой. К ним подошел Митя Калечкин. Он дружил с Таней, потому что она давала ему свои санки покататься с горы. Позвали они к себе и Федю Валькова. Федя тихий, застенчивый. Пусть будет с ними, здесь его никто не обидит. Все ребята разбились на звездочки. Только Гришу Чайникова никто не взял свою звездочку. А на что он нам? Он дерется, в клубе стекло разбил. Тане стало жалко Гришку. Иди к нам, позвала она его. Что же тебе теперь, одному оставаться? У звездочки пять лучей, значит пять человек. Вот ты как раз пятый. А когда стали выбирать командира звездочки, все закричали. Пускай Таня будет командиром. Так вот и стала Таня командиром звездочки. А как это, быть командиром? Не робей, сказала ей пионерка Ариша. Я тебе помогать буду. Не просто быть командиром. Тане хочется сказку почитать, а она сидит, уроки делает. Командиру надо учиться лучше всех. С него пример берут. Вечером мама посмотрела Тане на тетрадки. Молодец, хорошо уроки сделала. А как твои октябрята выполнили задание? Спросила бабушка. Ведь о командире по солдатам судят. Таня хотела была сказку почитать, да раздумала. Какой же она командир, если не знает, как ее звездочка уроки делает? Оделась и побежала к Чайниковым. Ведь Гриша у них в классе самый плохой ученик, ему помочь нужно. Гриша сидел один. Отец и мать на работе. Заглянула Таня в Гришкины тетради. Ой, у тебя же здесь все неверно. И помогла ему решить примеры, проверила все тетради. А уходя сказала, пусть мама пострижет тебя. Октябренок должен опрятным быть, а ты вон какой лохматый. Но матери некогда было подстричь Гришу. Тогда он взял ножницы и сам подстригся. Что же делать, командира слушаться надо. Ребята засмеялись и даже учительница улыбнулась. Пришлось ей исправлять его работу. Но зато Гриша теперь будет, как и все октябрята, опрятный. Как-то в солнечный денек решили школьники сходить в лес за кормом для птиц, за малиной, за рябиной. Стала и Таня собирать свою звездочку. Все здесь, а Феди нет. Побежала Таня к нему домой. Постучала Федя в окошко. Ты что, забыл, что октябренок должен природу любить и птиц защищать? Она взяла его за руку и повела к ребятам. Таня знала, что Федя очень застенчивый, потому и не сердилась на него. Ребята дружно собирали рябину, калину и ясеневые семена. А дружней всех работала Танина звездочка. Вдруг Таня увидела у Мити в руках рогатку. Она очень рассердилась. Это ты что, птиц бить? А еще звездочку носишь? Мите стало стыдно. Он отошел подальше и закинул рогатку. Набрали ребята корма для птиц. А потом и кормушки сами сделали. Во всех дворах развесили. Теперь каждый день птиц кормить можно. Танина звездочка крепко подружилась. В школу ходили вместе. И уроки делать друг другу помогали. И с горки вместе катались. И на школьном празднике вместе на сцене выступали. Все кругом говорили, глядя на них. Вот какая дружная звездочка. А Таня радовалась. Раз хвалит ее звездочку, значит и ее хвалит. Ведь о командире по солдатам судят. Конец.